Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал JoyWire! С вами снова Joy, мы продолжаем наше маленькое путешествие и приключение в мире Римвалда. Напомню, в прошлой части... Прошу прощения, я все еще болен, потому что я эту часть записываю сразу после предыдущей и еще не успел выздороветь до конца. Мы закончили на том, что приняли сразу два квеста, один из которых добавил в наше поселение Билла Вео, который будет на протяжении 22 или там 24 дней. Кто сидит у нас здесь, ни хрена ничем не будет помогать, просто будет ходить и бесить нас. Но он, кстати, может заниматься менеджментом, а это будет форсировать наших ребят собирать полезные ресурсы, еду и прочее, прочее. Квина съехала немного с кукушек, с катушек, с кукушек. И нашим ребятам Уфи и Апионе пришлось нафигачить ей по башке, поэтому она сейчас в состоянии небольшого шока и боли находится. Но это не так страшно. И мы начали строить внешнюю стену. Начнем здесь делать киллбокс. Для этого мы нарубили... Квина нарубила мрамора. Здесь каждая ячейка стоит пятерку, то есть... Ну... 82... 400 надо где-то. Нам хотя бы хватит внешнюю отстроить. А здесь мы уже что-нибудь придумаем. Здесь, кстати, еще не до конца здесь... Еще десяток блоков придется сделать. Пока это не столь важно, необходимо сделать внешнюю. Наверное, да, кстати, хорошая идея... На данный момент... Не разрешать этот участок для строительства, чтобы закончить хотя бы с одной стеной. И всех противников, которые будут спауниться в этой территории, присылать с одной стороны. Отличная идея, офигенная. Это часто очень даже хорошо работает. Ну, кстати, у нас чуть-чуть голды есть. Это пригодится, когда мы будем создавать поистине крутые вещи. Но об этом позже. Почему каждый раз приходится блокировать эти кровати? Он каждый раз их хочет после каждой загрузки сохранения по новой эти кровати строить. Я думаю, настало время поохотиться. Уфа. Хм. Уфа и Квина. Что у вас по стрельбе? Единица и семерочка. И... Да, наверное... Пускай Уфа покушает. И Квина покушает. И, возможно, неплохая идея будет сейчас ворваться и убить этих носорогов. Возможно, мы сможем убить хотя бы одного. А Пиона тоже проснулась. Она тоже сейчас поест. Так. И... Да. И, ребята, кроме Вея, идите сюда. Какая у вас дальность стрельбы? То есть, вы можете, в принципе... Капибара сходит с ума. Она придет отсюда. Так что... Это тоже сработает. Эду Квина. Такая рейнджа. Квина. Занимайся своими делами. Уфа и Апиона. Как-нибудь поковыряют этих носорогов. Если что, попробуем их водить. Сколько у них скорость передвижения? Дикость. Скорость загрязнения. Грузоподъем. Скорость передвижения 5,5. А второй? Тоже 5,5. А наши братишки и ребята? 4,32. 3,59. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Не, не идти. Не идти. Стрелять. Смотри, какая хитрая капибара. Она вообще обошла всю территорию просто вдоль стены. И готово. Мы ее можем выбрать? Ты можешь добивать, по-моему. В смысле переносить ее добить надо? Ты же умеешь добивать. Не суть. Кто-то апнулся. Они оба апнулись. Красавчики. Давайте не будем везти их на территорию, этих носорогов. У нас дальность реально огромная. Поставим наших бойцов где-нибудь здесь. Попробуем убить одного. Если сагрятся оба, ну, что поделать. Придется выводить отсюда Квину и Вею, и байтить, и кайтить, и плохо время проводить. Но мы настолько, настолько хорошо можем подняться по пище, если этот план сработает. Так, они, похоже, начали злиться. Нет. Но у одного началось неопасное кровотечение. Мне кажется, Уфа не стреляет. Командная охота. Перезарядка. Перезарядить. Все, оба, оба. Оба, окей. Вот пришел агр. Что по раненому? 4.0 скорость передвижения. Яйкс. Ну, нужна еще одна хорошая атака. Вау. С какого хрена? А, менеджмент, да, с рубкой деревьев и прочие фигни. Есть один готов. Я не помню, есть ли у меня мод Бей и Беги. Да и, наверное, убегать не очень эффективно здесь будет. Отлично. Он безумно сильно ранен. Смерть через 2 часа. А скорость передвижения? 3.25. Ребята. Мне нечего сказать, вы просто хороши. Добить носорога. Добить носорога. Ребята. Просто горжусь. Просто горжусь. Так, это не то. Добить носорога вот так. Не добить в рукопашку, а просто, чтобы он перестал жить. И перенести. И у нас теперь куча мяса. Куча. Просто от слова охренеть. Охренеть. Еще и носорожье кожа. И... Черт возьми. Просто офигенно. А пиона не хотела бы ты... Нет. Нет. Занимайся своими делами. Добывай сталь. Добывай что угодно. Развлекайся. Хорошо время провела. Вообще молодец. Еда у нас не портится. Мясо. Офигенно. Офигенно. Просто молодцом. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь здесь убрал кровь. Квина, давай как ты проснешься. Ты уберешь эту комнату от своей крови, которую из тебя выбили, ребята. Я думаю, интересно было бы узнать о менеджменте, который я расписал здесь. Я сделал задание на охоту. Соответственно. На альпак, кабанов. Ну, то есть на минимально агрессивных животных. И чтобы добыча заканчивалась где-то на трех сотнях мяса. То есть три сотни достигаются, и все, охота прекращается. Собирательство на ягоды, чтобы 240 минимум было лесозаготовки, чтобы минимум пять сотен леса было. Очистку домашней области. Вот это не очень хорошо, потому что вот это тоже домашняя область, и здесь дохрена нужно очищать. И, наверное, вот это задание можно убрать. Сейчас. Очистить домашнюю зону. Удалить. И добыча железа, чтобы где-то было 250, но у нас 1200 железа. Да? 1300 даже, охренеть. Апиона просто отлично отработала в плане железа. О, тут еще мертвый кабанчик был. Ёмае. Да мы вообще просто... Просто валяемся вместе. Спасибо большое Квина, отличная работа. У нее, кстати, налаживается настроение, при том, что у нее сильная боль, дает минус 15. Она испытывает раскаяние. Было приятно, наконец, выплеснуть свои чувства и забыть об этом. Наверное, вот это единственное, что нам помогает сейчас. Как только закончится этот баф, через 1,7 дней... Яйкс. Апиона охотится на альпаку. Давай мы... Блин, охота очень хорошо. Очень хорошо. Ну, давай ты займешься переноской всякого хлама к месту стройки. Как тебе такое? Top priority. Пусть она уже поохотится на кабана или на кого-то на альпаку. Просто хедшот одним выстрелом. Охренеть. Нужно лечение кому? Уфа, тебе. Можно лечить. Уфа... Уфа не может лечить себя. Сейчас. Апиона закончит с переноской новой жертвы и вылечит тебя. О, группа путешественник проходит в мин. Ну-ка, 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 ну-ка. А че, а где вы? Че у вас есть? Просто два голых бича. Опа. Альпак сходит с ума, тротути. А, целое стадо альпак сходит с ума. Уфа. У тебя плохое настроение. Ты хочешь кушать, я понимаю. Наверное, да. Давайте вы покушаете. А теперь мне пригодится ваша помощь в охоте на... Ты делай, че хочешь. На тебя вообще плевать. О, черт, ребята. Наверное, даже не так. Уфа встань здесь, Апиона встань тут. Лады. Есть минус. Уфа, третий уровень дальнего боя. Яйкс. Есть минус. Еще одна. Есть. Без ранений. Еще есть. Да, еще одна тусит. Да, ребята, просто стянитесь сюда, пожалуйста. Почему нельзя ускорить во время вот этой вот фазы боя? Так, она... Я не знаю, то ли она агрится, то ли она не агрится. О, ба... О, ба... Стоп, а че вы раненые? Ушиб альпак. А, них... Ха-ха... Они начали здесь убивать альпак. Ой, придурки. О, дебилы. Ребят, убейте. Стреляй. Маля. Только не раню уфу. Отличная работа. Так. Быстрый перенос. Все. У нас еще больше мяса прибавилось. Так. Ээээ... Я думаю, ты можешь перестать охотиться. Наверное... Нет. А, уфе надо медитировать, чтобы не потерять свои навыки джедайского искусства и прочей хрени. Ну ладно, справедливо. Апиона сейчас истребит последнюю альпаку, которая осталась на этой карте, наверное. А, парочка еще здесь тусит. Ну ладно. Я бы хотел, чтобы уфа разделал... Охренеть, ты посмотри. Просто 124 куска мяса с одного носорога. Уфа, как закончишь? Перенеси, пожалуйста, шкуру отсюда, чтобы она не занималась здесь места. Ты можешь? Спасибо. Перенеси. Ага. Пуф, офигеть. Офигеть. Уфа, что делаешь? А, это важно. Это, безусловно, важно. После этого займись готовкой. О, черт. Нам бы с одеждой разобраться, наверное. Эх, насчет одежды вообще не лов, блин. Почему здесь до сих пор так много шкур? Перенеси все. Оптовый торговец. У-у-у-у-ху-ху. От пиона. Мне очень неловко. Давай ты сейчас покушаешь и... И после этого пойдешь торговать. И че вы прошли мимо? Стоять. С вами сейчас буду торговать. Так, че у них есть? Рубашку продадим. У нас теперь есть куча носоружьей кожи. Мех морской свинки, я думаю, не пригодится. Свиная кожа тоже. Легкую кожу тоже можно продать. У нас есть шкура верблюда и кожа носорога. Это офигенно. У нас куча стали. Куча мяса. У них есть хаски. У-у-у, хаски могут переносить всякий разный хлам. Баллистические щиты стали. На стены светильник зеленого цвета. Жаровни, серебра. Бильярдный стол из дерева. Щит ближнего боя. Коронетка из стали. У них нет штанов. Я бы купил штаны. Я сейчас в такой ситуации, что купил бы любые штаны на самом деле. Но вариантов нет. Ладно. Апиона, как закончишь, плес. Перенеси все серебра. Как обстоят наши дела? Мы почти в 20 тысячах. Куча денег, куча денег. Мы можем сагрить толпу слонов. И пусть торговцы с ними разбираются. Но я боюсь, если слоны завалят кого-то из торговцев, то... Ситуация будет крайне неловкая. Апиона, я прошу тебя покормить квину, которая... Которая сама может пойти поесть. Я понял. Ладно. Нужно место медитации. Уфа, а если... Мебель... Ширма. Ширма для медитации нужна? В комнаты знати. Великий трон. Трон, жаровня, светильник. А что нужно для медитации? Это развлечение? Не похоже. Покрытие. Плитка из песчаника. Колючая проволока. Место проведения свадьбы. Вечерина каравана. Природное святилище. Большое природное святилище. Место медитации. А если я сделаю его внутри твоей комнаты? Псионики могут медитировать здесь, чтобы восстанавливать свой пси-концентрацию. Но это только ему нужно? А, подожди. Вот это тоже псионик же, да? Что он там умеет? Нет, не похоже, что он псионик. Похоже, что он просто пес какой-то ненужный. Ты молодец. Но перенеси, пожалуйста, альпак, пока они не испортились. Спасибо. Квина, как дела? Ты рубишь дерево? Так, это все очень хорошо. Ты спишь без остановки. Давайте мы не будем это делать больше. Никто не будет этого делать никогда. Вы будете отдыхать только, когда хотите спать. У тебя просто там пара синяков, и ты занимаешься какой-то хренью. Так что, занимайся работой, руби дерево. Капибара мертвая. Вот, например, ее надо перенести, пока она не испортилась. У нее отсутствует 17% части тела. Но мы все еще можем добыть из нее еды. Что у нас по уровню с... Растеневодство 6, 7, 3. Ты ничего не умеешь сделать. Я все еще хочу лечебный корень высадить. Но пока без вариантов. Квина, я бы хотел, чтобы ты все-таки занялась рубкой дерева Как тебе предложение? Куда ты нахрен идешь? Оно уже не надо Оно уже все испортилось Иди руби дерево Что она делает? Что она меня бесит? Собирает рис И будет садить рис, я надеюсь Да, отлично Пусть садит рис, потом добывает дерево А пиона принесла сюда камень Ко всем этим участкам Отлично Уфа, почему ты не строишь? Потому что ты нанесешь альпаку на склад Ты же тупой Неужели больше некому носить? Я вот не понимаю Неужели больше некому носить? Уфа Ты строитель номер один Тебе есть чем заняться Во Теперь он доволен, может медитировать Восполнять свою энергию ци Пси фокус Прочи хрени И у него есть даже целое одно заклинание Которое он может применять Что прикольно Там такая прям анимашка С плывущими стенами Выглядит очень круто Так, уфа Мы А, ты будешь готовить Лады, лады Тоже Тоже справедливо Тебе нужно приготовить целую Херово тучу пищи Ну, есть Два раза Поготовить, по сути И у нас еще три альпаки Четыре альпаки Здесь и одна капибара Ну, пусть разделает все мясо Плевать Это освободит немного мест Или нет Ну, вообще, да Мясо альпак сложится в один стак Так, и давай ты все-таки доразделываешь Тогда раз Раз ты начал заниматься этой хренью Давай ты доделаешь Почему ты опять блюешь? У тебя все еще не прошли кишечные черви? Жестко Во, отлично И давай ты уберешься в этой комнате Раз ты в ней наблевал Как тебе предложение? Спасибо Отличная работа Куда ты пошел опять? Че ты разделываешь там? Ты что, тупой? Тебе сказали Это не надо разделывать Это не наше Пусть оно там гниет Все Занимайся строительством Молодец Куда ты пошел? Куда он опять пошел? Он что, вообще идиот? Ты че? Че делаешь? Ты че, дебил? О, идиот? О, идиот Ко он там разделывать Собрался Здесь живые обезьяны лежат Все Просто успокойся И пошел спать Ты че, вообще? Мой бесполезный дебил Так, я слышу, как Квина добывает дерево И это не может меня не радовать Просто офигенно Мы сможем здесь заделать все-таки мосты Но после Здесь сделать кусочки мостов Все, у Квина уже дебаф и погнали Да А, ну ее прошла боль Так что, в принципе, все не так критично Вот то, что она без одежды Это, конечно, хрень, да Давайте сделаем ей Убогую тунику ненужную И Пусть срам прикроет свой хотя бы Производство Рабочее место Сшить тунику Пусть три штуки сделает Пусть сделает себе Что ты бесишься Нормально время проводишь Тебе нравится этим заниматься И надень Норм Срам прикроет Все нормально У одного из ваших поселенцев Сонная болезнь Редкое, но смертельное заболевание Медленно развивающийся И развивающийся недуг Со скрытой начальной стадией Приносит больному Прогрессирующую боль Спутанность сознания И ухудшение работы На поздних стадиях Рвоту Заболеть сонной болезнью Можно только в тропиках Без лечения поселенец Умрет через 17 дней С момента обнаружения заболевания Иммунитет развивается Примерно за 18 дней Убедитесь, что у вас есть Медицинская кровать И доктор Заболевшие нуждаются В належащем лечении И постельном режиме А пиона? Черт Придется На тебе тренироваться Уфи Возьми медикаменты Да, иди лечи 7,5% Ты шо инвалид бесячий Иммунитет 0 Яйкс Сонная болезнь Ага Ну 1,3% Единицы иммунитета Ну в принципе Если он все-таки сможет вылечить Не у медицины Единицы, понимаете? Поймете Пока болезнь прогрессирует быстрее, чем вырабатывается иммунитет Ейкс Так, не Не-не-не-не-не-не Не-не-не-не-не-не Отдых Отдыхать до выздоровления Я думаю Еще неплохая идея Снять сапиона всю одежду Если она все-таки погибнет, чтобы Чтобы у нас осталось хоть что-то хорошее в воспоминаниях о ней Можно И вот это И отдыхать до выздоровления Что тебе опять не нравится Ужасная спальня Какой любви еще надо У нас люди гибнут, понимаешь, на Украине Это мем Это мем Это несерьезно Это выдумка Это мем Это Это выдумка Черт Прям ноздря в ноздрю, на самом деле На процент отстаем Если вылечит хотя бы Не на 15-20% уровень лечения будет Шанс лечения То Возможно, опионы еще будут шансы На выздоровление Давай, когда ты закончишь, ты Будешь кормить Ее Апатия, какая апатия Ты что гонишь Вот это постельный режим Вот это тоже надо Это крыша едет из-за этой болезни В смысле Какой вам жарко Вычет 20 градусов Сделаем 18 Попробуйте ее вырубить У нее ближний бой 9 Просто Тайсон Я боюсь, что она отколошматит, ребят Плевать Пусть, не знаю На капкане может сдохнет Вроде что-то делает Во, кстати, да Туника отличный Неприятное место Смотри, чем тебе не нравится У тебя отличная спальня В которой куча мусора Лежит рядом с твоей кровати Это все хорошо Но я бы хотел, чтобы ты все-таки Перенес до конца уже Шматье Это Все, она Вышла из этого состояния Нормально Так, сколько там осталось до лечения 6 его охренеть 17 часов до повторного лечения Мне кажется, мы потеряем опиона Мне кажется, мы ее потеряем А, у нас, кстати, последняя доза лекарств осталась А здесь есть где-нибудь Лечебные травы на карте? Я вот что-то не видел Ооо, щит И мы не умеем выращивать Лечебные травы Даже если пумели Они не вырастут так быстро Я так мельком пробегусь Может быть, все-таки Где-то есть лечебные травы Здесь на карте Но они обычно отличимы тем, что они Мне нравится вот эта Вот эта вот текстурка розовая Они темно-зеленого цвета И такие прям Мерзвая обезьяна Нет лечебных трав Нет на этой карте Яйкс Ну, у меня есть предчувствие Что пиона умрет Тем временем квина достигает седьмого уровня Но чтобы высаживать лечебный корень Необходим уровень 8 Еще немного не хватает И мне все же хотелось бы Чтобы Уфа Начал Заниматься строительством Ооо Давай будет твоим вторым приоритетом Это будет твоим третьим приоритетом И тогда он немного отвлечется от готовки У нас все-таки десяток блюд есть Надо бы поднять, наверное, до 20 И, наверное, до 20 А там можно сделать, типа, прерваться Не, наверное, до 24 Пусть готовят Там есть... Я пытался придумать слово Я не смог Короче, есть возможность При некоторых билдах При некоторых Крафтах Сделать ограничения Например, там, после 10 сделанных Прерваться Сделать всего 20 Но когда будет готово 10 Ты будешь делать другую работу И вот это Вот это не самое плохое Опиона, ты умираешь, да? Сонная болезнь тебя доконает 2% У охотника нет оружия дальнего боя Опиона, ты сейчас не охотник Ты сейчас Умирающий лебедь Нам можно здесь, кстати Немножко расшириться Наверное, да? Что там по крышам? Не эта кнопка Кнопка крыши Это показывает Господи, ты посмотри Вот это Да, вот Вот здесь мы можем добыть железо И расширить еще на две ячейки Наш склад У нас больше же нет опасных мест Да, вот здесь я специально застроил Потому что здесь нависающая крыша И могут вылупиться дурачки Чья черви Вот здесь необходимо тоже построить Ну, больше вблизи дома Вроде Таких опасных мест пока нету Так, уфа Че делаешь? Отлично И после этого ты пойдешь кормить эпиону А потом пойдешь заниматься все-таки строительством Как тебе предложение? Он постоянно какой-то херней занимается Но мне надо, чтобы он построил стены из мрамора Ну, у нас, кстати, кукуруза дорастает Это первый урожай кукурузы Рис уже три раза успел Или четыре раза успел вырасти А как увею дела? Не, средненькие Оскорбление? Ай Квин во всеуслышание унижает вею Ну That's my girl Молодец Уфа, молодец Просто отличная работа После этого ты можешь прерваться Заняться своими делами И В следующий день построить оставшуюся часть Молодец У нас будет сейчас происходить лечение Это вопрос жизни и смерти сейчас на самом деле 14-16 Качество лечения было семь с половиной в прошлый раз Ну-ка 36% Возможно 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 у опиона есть шанс Возможно нет Мне кажется, 36% может и не хватить 18 Заглянем через некоторое время Так сразу не понять Как твои кишечные черви? Хорошо время проводишь Через 9 часов надо будет себя полечить Ты молодцом Занимаешься какой-то херней Пожалуйста Строй стену Насколько хватит тебе мрамора? Вообще у нас очень мало На десяток блоков хватит А, здесь мрамор уже отнесен сюда Ему надо просто строить Риск нервного срыва у тебя Почему? Потому что тебя разбудили? Иди в жлопу Уфа Уфа Отвлекись Иди Не знаю Поешь Давайте вот это пока отменим Так Прошло некоторое время Посмотрим Что там у опиона Как дела? 21.19 Мне кажется Что это конец Этого персонажа Потому что Сейчас Через 22 часа Нужно будет повторно лечить Лечение будет проходить Без лекарств А, не У меня еще есть Одна доза лекарств А уфы Еще что ли Есть в инвентаре? Нет Нет Это Откуда-то там Было лекарство 22.20 Да 2% разницы Она скорее всего Умрет Может быть Отрезать ей ноги? Я не хотел Чтобы это прозвучало Так жестко Но Чтобы она не ела Нашу еду На хера Она все равно погибнет Скорее всего Даже если мы сейчас Получим продвинутые Медикаменты Какая вероятность Из того, что Уфа сможет нормальный Уровень лечения Оказать Со своим навыком В единицу Почти два Почти два Маловероятно Маловероятно И там уже разрыв Три процента 24.22 Не Немного Немного уменьшается Разрыв 36% Все-таки Хороший результат Был Отлично Уфа Наконец-то Делает То, что Нужно Просто Замечательно Через сколько Заберут Этих Ребятишек 12 дней Челнок Пребывает Через 6 дней Достаточно Долго Они вроде Сами Справляются Что Ходят Там Едят Нашу еду И Все у них Неплохо Ребята Вот это Надо будет Перенести И Вот это Апиона Как дела Все-таки Три процента Все-таки Три процента Разница Она Умрет Она Умрет У нее Прекрасное Настроение Между прочим Небольшое Недоедание Но Это Не самое Страшное Уфа Сейчас Приоритет Готовить А потом Еще раз Готовить Потом Кормить А давайте Посмотрим Насколько Сильно Навыки Улучшились Ты посмотри Мы начинали Со всех Нулей Дальний Бой Четыре Ближний Бой Три Строительства Одиннадцать Это наш Основной Строитель Горное Дело Четыре Кулинария Пять Растеневодство Семь Единица В ремесле В медицине И умственном Труде Неплохо Кого хрена Почему он Ягодами ее Покормил Он что дебил Блядин Он приготовил Жрачку И просто Взял Накормил Ягодами Какие С земли Не Ну молодец Он Как бы Странные Сигналы Вы перехватили Несколько Странных Электронных Сигналов Поблизости Хотя Эти сигналы Сами по себе Безвредны Они часто Являются Индикатором Активности Механоидов В этом районе Некоторые Из крупных Механоидов Имеют Тяжелую Броню Которая Легко Отразит Весь Огонь Винтовки Апиона Говорит Что вам Нужно Что-то Что Может Победить По крайней Мере Пробить 20 Миллиметровую Сталь Коктейли Молотова Которые Могут Проникать В отверстие И перегревать Внутренние Компоненты Или Оружие ЕМП Которое Может Разрушить Схемы Ну Может Быть Рейд Механоидов Через Некоторое Время Черт У нас Есть Коктейли Молотова У нас Есть Коктейли Молотова Это Все Что Я могу Сказать По Этой Ситуации Забрели Боевые Животные Два Медведя Они Приручились У нас Есть Медведи Боевые Притом Одному Медведю 24 Года Самке 24 Года Что Нужно Чтобы Ее Приручать Требуемый Навык 8 То есть Они Со Временем Одичают И Сожрут Нас Врачебный Уход Без Лекарств И Ограничим И По Территории Пусть Внутри Ходят Что Они Едят Мясо Овощи Фрукты То же Самое Что И Эти Две Глисты Пусть Живут Мишки У Нас Пока И Если Что Если Будут Какие Тароиды Механоидов Мы Можем Сразу Запердолить В ту Область Где Будет Противник А Пиона Умрет Да 28 30 Ее Необходимо Лечить Еще Раз Уфа Как 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 Только Закончишь Лечи Не Наверное Не Так Да А Он Взял Лекарство Сам Все Ок Ну Ка 43% Но Это Последняя Пачка Лекарств Была 31 29 А И Давайте Единственное Чем Ограничим Животных Наших Чтобы Они Не Заходили В Спальне Потому Что Они Они Будут Поселенцев И Бесят Это Это Мне Не Подходит А Здесь Пусть Тусят И Пускай Не Ходят Сюды Вот Я Ж Сузил Территорию Нет Все Они Они Не Должны Теперь Заглядывать В Ком Ты Тоже Чмо Не Должна Заглядывать В Комнату Змея Сочная Кобра 30 31 43 Процента Начали Сглаживать Ситуацию С Сонной Болезнью А мы Можем Установить Какую Штуку Для Торговли Типа Маяк Посадочный Маяк Отмечает Угол Посадочной Площадки Для Создания Требуется Четыре Маяка Размещенных По углам Великая Стелла Это Все Очень Хорошо Но Это Не То Что Я Хочу Карьер Базовый Стол Менеджера Воронка Дозатор Пасты Ноп 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 Значит У нас Пока Нет Межгалактической Торговли Либо Либо Это Через Мод Делается Я Не Уверен Не Уверен Возможно Это Делается Через Модификацию Вы Все Спите Да Квина Не Спит Квина Ты Молодец Можешь Покормить Пиону Пац Пац Ищет Целых Двадцать Дней Дебаф Охренеть Кто ж знал Что вытечет Не Я Знал Я Я Сразу Говорил Что Сдохнет Скорее Всего У кого Риск Нервного Срыва Вы Шебесите Меня Че Тебе Еще Надо Тебя Вообще Никто Не Трогает Неплохая Комната Отдыха Нормальная Комната Отдыха Сколько Он Еще Дней Будет Среднее Настроение В течении Двух Дней Членок Прибывает Через Пятнадцать Дней Уфа Че Делаешь Хватит Блевать Повсюду Сколько У него Еще Будут Кишечные Черви Господи Паразитический Черви Черви В кишечнике Помимо Вызова Рвота Они Активно Поглощают Употребляемую Жертву Пищу Что в целом Оказывается Сказывается На Я Блядь Читать Не умею Что ли У меня Что Аутизм Какой-то И нет Сроков Выздоровления У него Че На всю Жизнь Теперь Черви Уфа Занимает Сумственным Трудом А Медитация Помогает Уфа Это Хорошо Медитация Это Просто Замечательно Но Ты Закончишь И будешь Строить Всю Эту Стену Активное Задание Помощь Ли Ли Ля Связываясь С вами По радио Умоляю О помощи Ей Нанесли Тяжелые Раны И она Не в Состоянии Передвигаться Самостоятельно Барменша 49 лет Она Обещает Присоединиться К вам Если вы Спасете Ее Говорит Что там Может быть Неизвестна Угроза Далеко Барменша 49 лет Звучит Как какой-то Юзлесный Персонаж И Это Далековато Еще и Через горы Ради Барменша Не У нас Сейчас Достаточно Дел У нас Все еще Нестроенные Стены У нас Опиона Умирает Без лечения Торговец Экзотикой Ущит 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 Давай Скорее Сейчас Опиона Отправим Поторговать Возможно У него Будут Лекарства Даже Если За Безумные Цены Можно Будет Взять Продвинутые Лекарства Это Это Тоже Стоит Сделать Так Опиона Иди Торгуй Уровень Сравнялся Кстати 37 36 У нее Есть Шанс Выжить Лекарства Передовые Медикаменты Да Мы продадим Медведец Нахер Они нам нужны Абсолютно Точно Нейротренер Кулинарии Строительство Вызов волны Че за Вызов волны Сыворотка С дозой Механитов Запрограммированных На обучение Конкретному Виду Пси Воздействия А это Скиллы Нейротренер За 1090 Черт Продвинутые Компоненты Циркадный Стимулятор Искусственная Железа Производящая Наномашины И химикаты Которые борются С накоплением Токсинов В мозге Детоксирующий Желудок Искусственная Замена Желудка Системами Фильтрации И нейтрализации Широкого Спектра Токсинов Позволяет Пользователю Есть практически Что угодно Не боясь Пищевого Отравления Это же Охеренно Это бы Спасло Уфу От его Кишечных Червей Как минимум Наверное Излечило бы Да Я подозреваю Но полторы тысячи Бионическое Сердце Продвинутый Кардиопротез Оснащен Мышцей Из синтетических Волокон Воспроизводящие Естественное Сердцебиение А также Высокопроизводимым Насосом Для работы Под большими Нагрузками Превосходит Обычное Сердце Почти по всем Характеристикам Он продает Охеренные Штуки Охеренные Штуки Я хочу взять Нейротренер На кулинарию И Тогда у нас Уфа сможет Безумно быстро Готовить И шанс Отравления Будет минимальный Но нам нужны Передовые Медикаменты Это точно Штуки Три Мы должны Пятьсот Сорок шесть У нас не хватает У нас Не хватает На нейротренер Черт Мы вложимся В лекарства Мы вложимся В лекарства Я очень Хотел бы Нейротренер Купить Это настолько Крутая штука Настолько Крутая штука Это так Сильно Улучшило бы Ситуацию С Уфой Улучшило бы Его как персонажа И Ускорило бы Нам Дрочение С этими Бустами Различных Скиллов Как минимум Кулинарии Вопрос был бы Решен Уровень Десятый У него Был бы В кулинарии Прям Сразу И И все Так Опиона Через сколько У тебя Повторный Прием Лекарств 13 Часов 38 Слушай Проценты Сравнялись Ну там Единица Плавает Туда Сюда Я бы Хотел Чтобы Опиона Закончила И пошла Отдыхать Уфа Тем временем Достраивает Стену Кадем Офигенно Мы Отменим Пока что Вот эти Кусочки Чтобы Здесь Был Проход И Вот Это Разрешить И Вот Это Разрешить Тоже А Вот Это Наверное В приоритете Уфа Че Делаешь Давай Ты Сделаешь Дверь Когда Законишь Медитировать А потом Иди Делай Че Хочешь Вея Как у тебя Настроение Легкая боль Ужасная Спальня В смысле У тебя Спят Две Огромные Змеи Рассвет Ужасно Давайте Закроем Эту дверь Чтобы Отсюда Не проходили К нему Пусть Ходят Вокруг И Не Будет Его Ну Вообще Да Спальня Достаточно Ужасная Скажу Честно Она Полное Дерьмо Дядь Ну Извини Мы Можем Максимум Помочь Выравниванием Вот Этих Стен И У нас Наверное Уже Закончился Мрамор Да 42 Осталось Когда Тут Столько Мелкомоторного Этого Менеджмента Сейчас Происходит Что Я Ничего Не Могу Поделать Но Тем Не Менее С Шансом 43% Давайте Переведем На Передовые Медикаменты Опиону И Будем Надеяться Что Уфа Сможет Со Своим Навыком 2 Навык 2 В Медицине Да Навык 2 В Медицине Сможет Обеспечить Хоть Сколько Это Эффективное Лечение 160% Медицинского Потенциала Посмотрим Мне Нравится Вот Эта Построенная Стена Она Прям Прям Очень Хороша Наверное Мост Сейчас Не Обязательно Было Делать Наверное Все Таки Стоило Бы Сделать Охрененно У нас Начался Пожар Ребята Спасибо Отлично Работай Спасибо Спасибо Большое Мне Очень Неловко Что Мне Пришлось Вас Разбудить И Вы В Бешенстве Уф Ужас На 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 Кого Собственное Бед Квина Ты Справишься Да Да Без проблем Спасибо Спасибо А пожар Здесь Мне особо Не Че Прям В Дом Охренеть Я Впервые Вижу Что Прям В Дом Мол Не Била Обычно Все Таки Это Как-то По Соседству Потом Огонь Тянется Сюда К Деревянным Стенам У Тебя Сгорает Весь Твой Участок Но Чтобы Прям Так Такого Я Еще Не Видел Как У Опиона Дела Уфа Покорми И Полечи Подарок От Фракции Че Они Подарили Палка С Бомбой У Я Не Знаю Что Это Такое Но Звучит Как 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 Это Суицидальное Оружие Так Опиона Вопрос Жизни Смерти 2,6% Ну Ты Мудак Ну Ты Просто Кусок Куска Это Точно Ему Не Поможет Ей Эх Это Однозначно Будет Откат Сейчас Сука Передовые Лекарства Передовые Лекарства За Сотню За штуку Процент Хуже Чем Я не знаю Саной Тряпкой Перевязать Иди Строй Стену От тебя Больше Пользы Никакой Точно Нет Я Чувствую Откат Пока Вроде В нуле Держится Но Если Следующее Лечение Пройдет Так же Негативно Через День То Это Точно Летальная Будет Ситуация А у нас Есть Дерево У нас Куча Всякого Хлама Вот Эти Эти Куртки Там Непонятные Стремные Это Можно Было Все Продать У нас Есть Дерево Уфа Давай Ты Сделаешь Блин Зараза Это Не то Что Я Хотел Сделать Давай Ты Сделаешь Пол В Своей Комнате Построишь Пол В своей Комнате Это Будет Нормально А потом В комнате Гвины Она Кстати Ужасная Спальня Ну Да Такое Себя Хотя Роскошный Комфорт А у Нее Кровать Какая А не Нормальная Кровать Она Наверное Кайфует Когда В этой Комнате Занимается Всякой Всякой Хренью У нас Есть Огромное Количество Кусков Мрямора И Наверное Мы Займемся Их Переноской И Квин Все Так Надо Будет Нарезать Еще Мрамора Чтобы Мы Могли Обнести Все Так Стенами И Сделать Киллбокс Нормальный Сколько Еще Дней Глисты Будут Здесь Тусить 3 3 Дня Риск Серьезного Нервного Срыва Че Тебе Надо Все Вообще Сытость Вея Ты не умеешь Кормить Какой же Ты говнарь Бесполезный Это просто Пипец У нас Нет еды Уфа У меня Для тебя Отличные Новости Ты Идешь Готовить А потом Еще А потом Идешь Кормить Яйкс Давай Ты покормишь А потом Будешь Своей Херней Заниматься Как тебе Предложение А кулинария Уже Шестого Уровня Там Наверное Где-то Около Одного Процента Вероятность Изготовить Плохую Еду И уфа Я Все Таки Хочу Что Ты Господи Ему Постоянно Надо Медитировать Надо было Ему Не вкачивать Эту хрень Надо было Оставить Для кого-нибудь Другого Пришел бы Какой-нибудь Бесполезный Поселениц Мы бы Из него Сделали Нашего Лидера Детериорейшн Это Очень Хорошо Я не знаю Почему Вы не Уносите За собой Еду Ребята Давай Скорее Занимайся Медитацией И Во И давай Готовь Еду Потому что У нас Мясо Уже К концу Начинает Подходить А потому У нас Медведи Были Которые Жрали Мясо Постоянно У нас Два Глиста Которые Ходят И Жрут Наше Мясо Через Глистами В Организме Ох Кошмар Вот эту дверь Тоже Закроем У нас Очень Много Кукурузы Кстати Риск Легкого Нервного Срыва У Кого У Квины Да Плевать Ну В смысле Нет Почему Че Тебе Не нравится Мокрая Ужасная Спальня Ты Бей Что Разнылась Ну Вот Эти Не надо Относить Тогда Господи Помилуй Вот Этот Один Отнеси И Все И Хватит Мокрый Холодный Моего Любовника Убили Вот Этого Так Давай Ты Будешь Теперь Вот Так Делать Уфа Отличная Работа Да Это Очень Прикольно Но У меня Просто Пост Траматический Стресс От Того Что Один Кусочек Пола Не Смог Сделать Ты Что Тупой И У меня Такое Предложение Давай О господи Вы же Дебилы Нет Давай Ты сделаешь Дощатый Пол Вот Прямо Сейчас Потому Потому что Это займет У тебя Просто Пять Секунд Ты Что Гонишь А Ну Не Наверное Здесь Все Так Ближе Дерево Взять Чем Обходить Всю Территорию Все Чтоб Квина Уже Не Ныло Насчет Своей Комнаты Убогой Растение У вас Восемь Лечебный Корень Квина Засеивать Руби Кукурузу Эту Все К чертовой Матери И Сажай Лечебный Корень Офигенно Как У тебя дела Я не хочу Уфу Будить Иди Что Ты Делаешь Дебил Вали Нахрен Придур Иди Корми Скорее Че там Лечение Когда Уже Пора Так Пожалуйста Ты Можешь Я Не знаю Зачем Ты постоянно Эту Бронекуртку Дебильную Надеваешь Ты ше Лох Инвентарь Полон Ты че Сука Какой Инвентарь У тебя Полон Дебил Бронекуртку Объема Так Так Надо Взять Какой Типа Тактический Жилет Че Он Дает Какой Нибудь Преимуще Скорость Перезаривать Переносимый Объем Плюс 30 Перенеси Вот Это Дерьмо Так Надень Вот Это Возьми Медикаменты Да Хоть Всем Мне Плевать Вообще Иди Лечи Опиону Все Теперь Он Может Собой Нормальное Лекарство Носить Я Я Прошу 15% Кусок Говна На палке Мы В тебя Столько Денег Вложили И Ты Сдохнешь Ой Я Жмор Господи Господи Помилуй Господи Помилуй Че Квин Ты Нормально Терю Тебе Все Хорошо Прерванный Сон Ужасно Какая Ужасная Спальня У тебя Прекрасная Спальня Вообще Не Она Убогая Наверное Если Ты Ее Почистишь Для Разнообразия То Будет Наверное Все Не Так Плохо Еще Наверное Проблема В том Что Стены Поломаны Он Себя Вылечил Была Надежда На Выздоровление Были Куплены Передовые Медикаменты Это Лучшие Понимаешь Передовые Это Просто Самые Современные Самые Крутейшие Вот Просто Лучше Лучше Просто Ничего Нет Просто Приходит Чувак С Навыком 2 Так Моя Лечить Короче И И ГГ Так Что Делает Квина А Хорошая Тема Да Пусть Засадит С Лечебным Корнем Хотя Бы Хреновые Лекарства Но Уже Свои Будут А Уфа Конечно Меня Огорчил Слов Нет Голод У кого Ну Проснешься Да Поешь Почувак Вот Эти Медитации Постоянные Это Конечно Полный Зашквар Давай Ты Закончишь Может Быть С Этой Стеной Квина А Ты Покормишь А Пиону И Навестишь Пообщаешься Там С ней Ненормально Да 3% Разница 2% У нас Есть Еще Шанс Еще Два Два Раза Наверное Полечить Получится Один Точно Мне кажется Да На два Лечения Еще Хватит Посмотрим Ветер Заблокирован Деревом Спасибо Уфа Как Твои Успехи Шиншилла Хватит С ума Ок А Еще Одна Есть Одна Перенести Давай Есть Хорошо Она Стукнула Разок Не Где Еще Она Идет Ну Что Ты Прячешься Высовывайся Че Тебе Еще Не Нравится Ты Умрешь Понимаешь А Если Будешь Бесить Мы Еще Сейчас У Тебя Органы Изым Понимаешь У меня Есть Куча Процедур Вариантов Мы Можем У Я Вот Печень Забрать Или Деревянную Ногу Например Можем Сделать Если Ты Не Перестанешь Бесить Своим Плохим Настроением Отличная Работа Уфа Можешь Заниматься Своими Делами Наверное Не Жрать Здесь Например Как тебе Предложение Наверное Даже Так Давай Ты Займешься Переносом Шиншиллы И Заодно Не будешь Жрать Земли Например Отлично Молодец Расслабься Социально А потом Иди И Строй Стену Бесишь Еще 8 часов До Следующего Лечения Да Мне кажется Еще На На 2 Хила О У нас Здесь Кстати Еще 42 Единицы Мрамора Видимо Кто-то Перенес Поближе К Место Строительства Меня Успокаивает Единственное В данной Ситуации Это То Что Рандомный Рэнди Не Постой Подсылает И Подсылает смотрю здесь легкая боль пока через два часа можно будет лечить еще раз еще посмотрим какой будет результат квина засеяла наконец-то поле лечебной травы уфа твой выход давай девочка девай девай 16 процентов все ггп у нас дохла дем не но если следующее лечение будет что-то типа 60 процентов там или 70 тогда не тут мне кажется г.г. а можно вот да вот эту хрень убрать у хочу делаешь я понял кого хренью страдаешь давай ты будешь работать над стеной и это важнее черт 16 процентов передовые лекарства ну бихеровый навык лечения как бы никто не отменял никто не отменял какими бы крутыми ни были лекарства и лечебная палата и прочее прочее и если суждено скопытиться то ничего не поделаешь но я все еще надеюсь я прям дотерплю этот эпизод задание доступно сражение за деньги вождь варан камбакур знакомые имеешь сто раз уже с ним сталкивались просит вас спасти один из его караванов караван атакова недалеко мы не будем спасать сейчас караваны все тренер бремя механиты попадают в мозг они наделяют его определенной всеспособностью длинный лук нефрит серебро продвинут нет это все нам не надо мы можем мы можем дать типа мы можем потренировать лечение кстати кормить и навестить он не может провести операцию что ли а там нужен уровень тримми в медицине она может сама себе провести интересно да посмотрим это так медпроцедура проходит а все равно умрет посмотри уже разница в пять процентов это просто анриал но 4 на ней действительно можно потренировать навыки у нас нет лекарственных трав нет лекарственной травы нет лекарственной травы и короче все процедуры проводятся только с наличием лекарственных трав они вырастут они вырастут когда вырастут квина кстати неплохо время проводятся хорошая комната отдыха удовлетворение усталость это может быть это может быть иди отдыхай опять очередные какие-то разборки в мире которые нас пока не касаются никоим образом членок прибыл это челнок для кого да это для змеюк на оба и налет давай ты перенесешь в членок все равно ты умрешь скоро так и кто на нас нападает враждебные имперцы из фракции черный доминион расположились поблизости у противника уйдет некоторое время на подготовку а чё за противник ну-ка вау пистолет пулемет фул броника с тактическим жилетом бронештаны рюкзак 7 в искусство 8 кулинария горное дело 2 общение 5 он жадный он трезвенник мужчина 22 года с посмертным растворителем ну это серьезно заряженный противник есть капсулы прибыли мы получили лекарства опиона перенеси лекарства то перенеси это это последнее что сможешь сделать мне кажется даже еще одного варианта на лечение не будет так чем мы можем сделать квина у тебя уровень отдыха в принципе уже достаточно высокий а куда делась винтовка меня интересует вот этот вопрос опиона ручной пулемет он тебе больше не пригодится квина бери ручный пулемет уфа квина вот он наш противник цель ясна шуруйте сюда и давайте будем будем встречать нашего врага какая у нас дальность стрельбы какая у него даже что-то немножко неловко как-то получилось так яйкс немножко прямо самого насти он заряжен просто по фуллу на вот этот пистолет пулемет давай ты будешь дальше отдыхать там пока не погибнешь он словил хэдшот чё ты отступаешь уже у ему еще на ведь надеюсь вы все подохнет дядь у меня есть ощущение уфа уже шестую уровень дальнего боя через 13 часов погибнет и готов у него 13 часов пистолет пулемет квина отдыхай уфа раздеть хотя квина останься здесь иди поближе мы сейчас замутим где-нибудь тюремную кровать мебель спальное место тут для пленников уфа захватить квина перенести все опиона ты все равно умрешь так что переноси насколько у тебя там хватит времени 91 процент опиона я имел ввиду мне плевать что ты спишь ты все равно сдохнешь не сейчас я по моему сказал что ты идешь и и переносишь вот все а уфа будет продолжать сюда да прокачивать свой навык медицины квина ты можешь бросить ну раз хочешь переносить переноси третий уровень медицины уфа чем ему успели ранить там уши по торсу потеря крови и право глаз отстрелили охренеть прострелили что ж шанс вербовки 85 процентов сложность 44 психологическое сопротивление 12 цена 600 рост репутации при освобождении плюс 12 но мы его можем вылечить и отпустить меня не очень сильно интересуют его навыки тем более тем более он жадный у него нет абсолютно никаких преимуществ кроме кулинарии 8 но уфы кулинария шесть скоро будет 7 типа команд давайте вопроса стабилизируем мы и выкинем для улучшения мы выпустим его как только он встанет на ноги их все пока он сможешь сам добраться смертельные болезни у кого а да 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 она сейчас умрет она сейчас к сожалению умрет хотя мы можем еще раз полечить уфа уфа я тебя прошу у тебя остались передовые медикаменты возьми почему он лечит руками мне кажется нет использовать передовые медикаменты кировка назначение передовые медикаменты допустим да не вроде вроде по настройке здесь все правильно у меня такое предчувствие что когда они хилят используя лекарства он он типа он в руках держит лекарства у меня есть подозрение что возможно он не умеет лечить передовыми 1,2 процента иди ты вписывай дебил бесполезный овощ все она умерла а он может кстати на ней мы можем извлечь органы эвтаназия эвтаназия лучший вариант самый наверное самый гуманный ой цель свернул игру а здесь ты будешь использовать лекарства и ну конечно здесь он кстати он в руках держал же лекарства на эх но он испытал удовольствие да от этого пленник освобождение убийство человека ты шо извращенец он шо извращенец у нас а он кровожадный да и квина кровожадный это же норм а вот увеют дебаф от этого наверно эвтаназия поселенца минус 2 а уфа перед тем как ты продолжишь что-то делать не давай мы не будем есть давай мы сделаем могилу это будет наша первая могила для поселенца черт очень же очень же уфа работает над могилой эвтаназия самый гуманный вариант самый гуман очень жаль а пиона была хорошим горным копателем отлично она добыла просто наверное всю сталь которая у нас сейчас есть в размере 1300 это все ее заслуги похорони пожалуйста ее с почестями черт черт рандомный рэнди бывает жесток бывает жесток вот другая сторона не было большого количества рейдов не было большого количества противников и страха но была болезнь с которой мы просто не смогли справиться организует похороны для пиона служба пройдет 12 декабря в 15.00 черт что ж я думаю на такой грустной ноте мы можем закончить и этот эпизод наших приключений в мире и ум world я надеюсь следующей части рандомный рэнди подкинет нам каких-нибудь новых приколюха новых сложных заданий квестов и интересностей а с вами был джонни специально для канала жуй вайр ставьте лайки оставляйте комментарии вы знаете что нужно делать для того чтобы помочь этому каналу не забывайте вступать в наш чатик в дискорде там самые свежие новости по поводу канала и основные ваши предложения и пожелания я выслушиваю конечно там в первую очередь огромное спасибо вы кстати вы всегда там можете найти компанию для покатух еще раз с вами был джонни специально для канала joy wire всего вам хорошего ребята и пока пока